Малыш, малыш под виноградом, под виноградом прячется. А я думаю, с кем там котенок играет и шуршит тут что-то. Ты мой хороший малыш, малышик, ежичек, ежик. Шуршочек, ежик, ежик, зайка, зайка идет. Он колючий, да, он колючий. Ежик под виноградом спрятался. Зайка наступила же, он же колючий. Помощник, такой помощник, покушать пришел. А я сегодня еще ничего не положила. Ну почти каждый день еду кладу у двери. Раньше около теплицы ставила, но там все-таки на виду они редко стали приходить. А вот у двери каждый день еда пропадает. Значит, кушает ежик, да? Ежик. Ежик красавчик. Вот он какой хороший. Ежик молоденький, совсем молоденький. Смотрите, вот здесь вот по моей ладони. Уже вообще коротенький еще. Маленький. Ежик. Ежик. Притаился, думает, его не видят. Он хороший. Сегодня 5 октября. Я писала. Нет, не статьи, а видео у меня есть. Почему ежей нужно подкармливать, особенно осенью. Им нужно запастись питанием на всю зиму. Чтобы до весны хватило. Ежи очень полезны. Поедают вредителей огорода. Он хороший ежик. Зайка, иди сюда, посмотри. Посмотри, какой друг у нас новенький. Маленький. Это вообще молодой, наверное, другой. А может быть и тот же, который в теплицу приходил. Мне кажется, я видео так и не сделала про того ежика. Это вот на камере он крупный. На самом деле он маленький. Но за линейкой я не пойду. Я в огороде все работаю. Руки грязные. Как в зарослях винограда. Он думал, его не видно. Ежик. Ежик, ежик. Я, когда была маленькая, читала стихотворения наизусть. Мама меня учила. Ежик, еж. Ты мне платьица сошьешь? Еж ответил из-под елки. Ниток нет. Одни иголки. Не будем ему мешать. Пусть идет на промыслы. Питаться вредителями. А мы его сейчас покормим, конечно. Он ночью придет и поедет. Зайка, ты где? Зайка. Зайка. Зайка, иди сюда. Иди посмотри на ежика. Иди посмотри. Эта зайка его нашла. Под виноградом что-то шевелилась. И так громко шуршала. Ежик, еж. Ты мне платьица сошьешь? Ну вот, выше запястье. Иди отсюда. Продолжение следует...